Всем привет! Я рада вас видеть. Сегодня у меня необычный лук, я надела очки. Мне очень нравится, как я выгляжу в кадре, поэтому обязательно напишите в комментариях, как вам идут или не идут у меня эти очки. Они у меня достаточно спорные такие, потому что мне сначала показалось, что они не идут, сейчас я смотрю и прям наслаждаюсь. Я надеюсь, что вы будете наслаждаться нашей темой сегодня, потому что мы будем говорить про то, где познакомиться и как познакомиться с мужчиной в 2024 году. Вопрос важный, я думаю, девчонкам вам будет полезно и для мужчин, которые на меня подписаны, посмотрите, где вам нужно оказаться и, собственно, как вести диалог, чтобы познакомиться в том числе и с достойной девушкой. Я начну с небольшого интро, вообще придумала такую рубрику «Ваши вопросы» на телеграм-канале, на который стоит подписаться, пожалуйста, подписывайтесь, он здесь. Там очень много всего полезного из мира психологии. Также вы можете задать свой анонимный вопрос, который я могу подсветить у себя на канале и также подсветить его в своем канале в телеграме. Соответственно, мне поступил совершенно недавно вопрос. Настя, здравствуйте. Мне 29 лет, работаю юристом, красивая, но не могу познакомиться. Одни малолетки на патриках, что делать? На самом деле, там вопрос был немножко побольше, я чуть-чуть вырезала и написала себе в блокнот, мне просто так удобнее, чтобы вопрос был достаточно кратким и информативным. Давайте сразу же отвечу на главный вопрос, что знакомство – это не процесс вот так, по щелчку пальца. Такое случается, но недостаточно нечасто, статистически, чтобы сегодня, мы говорим про 2024 год, мы не говорим с вами про 10 лет назад, когда были абсолютно другие тренды, заложенные в знакомствах, мы говорим сегодня, прямо сейчас. Чуть-чуть стало сложнее, почему? Потому что появилось диджитал пространство. Тиндер, да, тот самый Тиндер, он ушел из России. И, конечно, мне кажется, Тиндер вообще был таким двигателем процесса большинства знакомств, и я не исключение вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась Тиндер. Но что же делать сейчас, в 2024 году, когда Тиндера нет, и как вообще ознакомиться вживую? Потому что мы немножко атрофировались, мы забыли, что такое просто подойти к девушке и спросить, как у нее дела, и можно ли ваш номер пригласить куда-то, это становится сложным. Почему? Потому что Тиндер-история – это как полотно, которое заложило очень много всего в своем роде, и что атрофировало нас от реального знакомства. Я сейчас говорю про девушек в том числе. То есть мы научились, как общаться онлайн, но мы разучились, как общаться оффлайн. Сейчас очень много приложений для знакомства, и они тоже есть, они тоже имеются, но, конечно, такого прогресса, как выдавал Тиндер, тоже отчасти спорная история. Многие говорят, что Тиндер – это король всей вечеринки, а кто-то говорил, что никогда в жизни я туда больше не зайду. Но при этом, при всем, люди знакомятся, знакомились и будут знакомиться. Значит, давайте ответим на главный вопрос. Как познакомиться с достойным мужчиной? Во-первых, нужно понять на себя, кто такой достойный мужчина. Почему? Потому что у нас есть очень много надлежащих чувств, надлежащей информации, надлежащих мыслей. Мыслей, что значит надлежащие – это то, что не является нашим. То есть это инородная мысль, которая попала просто в наш мыслительный процесс, и мы как бы приняли это как за свое. То есть для кого-то достойный мужчина – это мужчина, кто отвечает за свои слова, и если он сказал, значит, он сделал. Для кого-то достойный мужчина – это человек с шестью нулями на расчетных счетах. Понимаете? То есть здесь абсолютно разная, может быть, коннотация слова достойный прилагательного, и здесь нет абсолютно определенного классического. Если мы обратимся в Википедию, то мы увидим абсолютно другой термин, его обозначающий. Вот. Поэтому нужно понять, кто же такой достойный мужчина. Почему? Потому что это некий профайл, который вы хотели бы встретить в своей жизни. Плюс еще, смотрите, раньше была такая техника, очень популярная. То есть мы писали некое письмо якобы Вселенной. Я помню, это время было, когда психология немножко… Сейчас она более стала академической, но раньше-то, вот буквально два года назад, это было соприкасаемо с магией. И многие писали вот эти письма, что я вот прошу тебя, моя Вселенная, чтобы ты там не отправила такого-то человека, и рассказывали, какого человека я хочу встретить. В принципе, в этой технике, как ее именовали раньше, есть некий смысл заложен. То есть человек описывает желаемое, желаемого человека ряд. Но хочется сразу же отметить, что в большинстве своих случаев у мужчин таких не встречалось, потому что принцев на белом коне не существует. И это самое первое правило, которое вы должны для себя уяснить и понять, что принца на белом коне не существует. То есть если вы себе рисуете портрет Брэда Питта, то, скорее всего, это абсолют, которого вы не встретите. И, соответственно, вы еще раз ударитесь в ту гавань, гавань неудачи, гавань определенной травмы. Может быть, травма отвергнутого, потому что, может быть, вы этого мужчину встретите, но он по характеристикам, по своим психологическим абсолютно не соответствует тому, кого вы заложили. Внешний – да, внутренний – нет. Он может как-то с вами поиграться, с вами расстаться, вы будете чувствовать вот эту вот историю отвергнутого. То есть нужно понимать, что любой мужчина – это любой набор как положительных качеств, так и отрицательных. И вы просто для себя должны понять, какие отрицательные качества, с какими отрицательными качествами вы готовы смириться. То есть если он, например, спыльчивый, и вы понимаете, что для вас это окей, но он может как пичка просто так… Вы с этим готовы согласиться. Для многих женщин, например, спыльчивость – это прям некий синоним какой-то, может быть, неуверенности в себе. То тут тоже нужно подумать об этом, согласны вы с этим или нет. То есть у каждого свой набор абсолютных соглашений. Я, например, со многими согласна в портрете мужчины с тем, что, например, не согласны мои подруги. Но это не значит, что я не буду счастлива в этих отношениях. Может быть, они не были бы счастливы с этим человеком. А я буду. То есть это очень важно понимать, что абсолютных не существует. И коннотация «достойный мужчина» – это всего лишь крикбетный запрос, за которым вы пришли, чтобы услышать сюда какую-то полезную информацию. То есть мы сами определяем достоинства мужчины, исходя из своих ценностей. То есть мы не можем сказать, что достойный мужчина. Вот, например, я лично, как девушка. Я не могу сказать, что мужчина, кто приехал в Бентли или в Роуз-Ройсе – это достойный мужчина. То есть для меня абсолютно другие вещи, которые являются важными. То есть мужчина может не приехать на такой машине, но у него будут те черты характера, которые просто бесценны, за которых я… Вот как случилось с моим мужем, я поняла, что только с этим человеком я хочу быть. И только с этим человеком я хочу разделять свой самый важный ресурс – это свое время. Свое время. Потому что я не молодею. И я могла себе сказать, например, что нет, я буду там ждать принца, который прилетит на своем частном джете. Поэтому сначала мы должны определиться, что мы подразумеваем под этим достоинством. И часто случается такое, что именно вот это вот определение достоинства и есть наш профайл желаемого. Почему? Потому что очень многие женщины попадают в просаку, попадают в какие-то нелицеприятные романтические связи, истории, потому что они просто не понимают, с кем они хотят быть. Они тупо встречаются, потому что на что-то обращают внимание такое поверхностное. Но когда человек скрывается, когда ты с человеком больше общаешься, он скрывается. То ты как бы либо с этим соглашаешься, либо с этим не соглашаешься. И женщины, чтобы просто быть с человеком, соглашаются на все. А если у него еще есть побольше денежек, чем у среднестатистического мужчины, то это вообще карт-бланш, который она выиграла. На самом деле я всегда говорю и буду говорить, что наличие денег, это не есть, скажем так, равно щедрости человека, его рациональности к деньгам, а также понимание того, что эти деньги завтра будут. Лучше смотреть на мужчину с точки зрения его трудоспособности, его тайм-менеджмента, как он распределяется своим временем, играет он в компьютерные приставки с утра до вечера или нет, как он проводит время с друзьями, проводит ли он вообще, есть ли у него эти друзья, и какое отношение он все-таки отдает к дружбе, и какие это друзья. То есть если это друг из детства, с которым он общается на протяжении всей своей жизни, и у этого друга есть жена, ребенок, то это прекрасная просто, прекрасная картинка, в которую можно вписаться. Если мужчина тусит, в клубы ходит, каждую пятницу, субботу заказывает столы в секрет-румах по 400 тысяч, то вопрос к этим деньгам. Почему? Потому что расточительность мужчины в таком вот проявлении, я сейчас потрачу на пятницу и на субботу, 800 тысяч, практически миллион годовалая зарплата учителей, даже меньше, то есть если мы будем считать, это просто за два дня, то вопрос к этим деньгам, а какие они, может быть, это какие-то элементы мошенничества там присутствуют, может быть, родители, которые на самом деле покрывают все его расходы, он просто гуляет. То есть тут очень много всего того, что на первый взгляд кажется, ой, круто, классно, и он мне тут духи Крит подарил, а с другой стороны, а почему ты так вот взял и 50 тысяч просто потратил на девушку, которую ты, может быть, завтра уже не встретишь. Здесь должен быть ваш вопрос, то есть что мужчину мотивирует на самом деле? Семейность какая-то? Не тут о семейности никакой речи не может быть. Если мужчина любит гулять, то здесь нет ничего соприкасаемого и общего с романтическими серьезными отношениями. Здесь есть просто некая игра, которая вот, например, завоевать девочку красиво, обычно такие ребята выбирают красивых девочек, ярких, таких вот привлекательных, разбить ей сердце и потом уйти в другое, потому что та уже наскучила. Вот. Резко бывает такое, что такие мужчины резко, и вдруг они вот сразу же стали, значит, семьянинами прилежными и вот хотят детей из секретрума в ЗАГС. Нет, это очень редко бывает, и если же такое случается, то здесь может быть история про какую-то зависимость, которая сейчас перекладывается в романтические отношения. То есть, может быть, он был, он лечился где-нибудь, где-нибудь лежал в рехабе, и всякие бывают обстоятельства, и люди зависимые, они на всю жизнь зависимые, и они перекладывают эту зависимость из одной патологии в другую. То есть, например, он играл, 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 а лудоманом таким был активным, потом он резко переключился в другую зависимость, в романтическую зависимость, он там просто находил свою гавань, и без вас не мог, вам казалось, что это любовь всей вашей жизни. А потом он, может быть, переключался, например, в зависимость от, скажем так, не дай бог, алкогольной зависимости. Вот резко раз, и начал гулять, пить, и употреблять алкоголь просто активно-активно-активно, что есть хорошо, и о какой семенности здесь может быть и речь. То есть, много-много всего того, о чем нужно рассуждать, и я поэтому для вас здесь, чтобы мы рассуждали вместе, и надеюсь, что мои ролики для вас полезны. На момент, когда у вас закладывается вопрос, сделайте немножко реверсивный ход, ход назад, подумайте о себе, поработайте на своей самооценке. Не люблю вообще это словосочетание, поработать на самооценке. Я бы сказала, сосредоточиться на своей самооценке. Почему? Потому что у нас у всех есть наша самооценка, просто она в какой-то момент проявлена, и от какой-то момента немножко отдыхает, из-за каких-то обстоятельств. И она всегда находится вот в этой такой турбулентности, в которую мы каждый попадаем. То есть, кто-то может выжить спокойно в этой турбулентности, как в самолете ты сидишь, и спокойно относишься к тому, что самолет просто шатает из стороны в сторону. А кто-то, все, все, зачем я села в этот самолет, понимаете? То есть, вот так же наша самооценка двигается в отношении определенных жизненных ситуаций. Сосредоточиться на самооценке, определить свои границы, определить табу, тему, на которой нельзя говорить. Табу исходит из ваших ценностей. То есть, вот мне, например, для меня табу, когда мужчина на свиданиях говорит про какие-то интимные вещи. Мне это неприятно, мне хочется просто вот это вот все оставить где-то там возле стола, скажем так, и уйти, и больше не возвращаться. Кто-то поддерживает, и кому-то весело, ха-ха-ха, такие есть, и это на самом деле не есть окей, когда вы поддерживаете такие темы. Почему? Потому что вы немножко раскрываете свое такое халатное отношение к своему телу. Нужно все-таки держать достоинства, и никто не отменял определенные до социальной нормы. То есть, люди, которые про это любят говорить, это у кого что болит, тот о том и говорит. Вот это примерно так. И женщина тоже об этом заявляет. Дальше. Табу. Табу могут быть разные. Может быть, вам не нравится, когда мужчина мат обругается. И вы можете остановить, это ваши границы. То есть, когда мужчина там мат-перемат для связки слов, вы можете задать вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты всегда так ругаешься? Он как-то немножко замешкается. Если вы ему симпатичны, он будет действительно следить за своей речью. Если ему все равно, то эти границы он соблюдать не будет. Он как ругался, как сапожник матом, так и будет продолжать сквернословить. Вот. Поэтому тоже границы иногда нам дают возможность понять, как человек к нам действительно относится. Потому что, если мы немножко приостанавливаем его и чуть-чуть его замедляем, то он будет за этим замечать. То есть, я больше так не сделаю. Постараюсь, по крайней мере. Дальше. Что для вас важно? Какая модель семьи вас устраивает? Тут тоже нужно проанализировать. Обязательно проанализируйте, если вы уходите к психологу в терапию. Почему? Потому что это вообще фундаментально заложенная вещь, которая, разговор, который должен состояться, потому что в нем скрываются все подводные камни, все вопросы, вся недосказанность, которые потом в отношениях, когда вы уже в них вступите и будете развивать, они всплывут. Это и бытовые вопросы, это вопросы финансового характера, это и вопросы воспитания детей в том числе. То есть, как тебя воспитывали, какие у тебя были взаимоотношения. Вообще, на самом деле, прежде чем вступать в романтические отношения, я считаю, нужно написать некую небольшую курсовую на тему психологии мужчин и женщин в своем понимании. Любые отношения – это уже некая диссертация, которую вы защищаете, и в ней могут быть как гипотезы, которые вы подтверждаете, либо какие-то, например, теоретические и практические вещи, которые вы, как человек в отношениях, уже чему-то образовываетесь. Поэтому нет такого, понимаете, философского постулата, вот, значит, 10 правил, которые тебе помогут сохранить отношения и их вообще завязать. Это все приходит с опытом. Поэтому некоторые моменты вы должны для себя сами определить, прежде чем вступать в эти отношения. Обязательно это нужно сделать. И как раз, когда у вас уже есть этот запрос, значит, у вас есть некая потребность в семейность, некая потребность в прощание со своим одиночеством. Одиночество для успешной и достойной девушки это всегда очень глубоко, скажем, глубоко ранимое прощание, потому что мы привыкаем к хорошей жизни, жить одни, в красивой квартире, у нас хорошо все с работы, свидания, вот одно, второе, третье, подарки, цветы. Очень сложно с этим попрощаться, на самом деле. Выбрать одного единственного и жить с ним, и соприкасаться с его какими-то и минусами, и неудачами. Да, и нет такой вот радужной легкой жизни, я пришла домой, больше никому ничем не обязана. Это все нужно тоже подумать, об этом порассуждать. И психолог это будет прекрасный собеседник и терапевт в том числе, который вас направит. Я, кстати, провожу свои психологические консультации и буду рада вас видеть в Москве в приличной встрече, а также на консультации онлайн, если вы находитесь в другом городе. Значит, какого мужчину я хочу рядом с собой видеть? Вы должны понимать, это я уже с этого начала свой разговор, какой мужчина рядом должен быть, понимание достойный, все же сугубо личное, и здесь я не буду давать свою заметку, кто для меня лично достойный человек. И это лично моя история. То есть у вас должно быть свое понимание, чтобы я не была информатором надлежащих чувств для вас. Значит, трансляция себя. Вот очень важно здесь не закрываться. То есть вы в этот момент открыты к знакомствам, вы открыты к социальным площадкам, сайтам незнакомств, где вы можете познакомиться. Об этом обязательно подумайте. Если вы определились с пониманием, какой примерный мужчина вам нужен, то вы должны понимать, где такой мужчина водится, куда он ходит. Если это мужчина корпоративного такого склада ума, у которого будет в корпорациях, подумайте о том, какие ближележащие кофемани, какие-то кафешки и тому подобное находятся рядом с бизнес-центрами таких, скажем так, больших корпораций, компаний. И постарайтесь там находиться, ну не каждый день, но хотя бы раз в неделю давать себе возможность немножко себя транслировать. Это не значит, что вы приходите сюда с чаем и пьете его все сутки просто напролез 22-22. Нет, пообедали, решили пообедать в этом месте. Дали себе такую возможность. Ходить вот так вот кругами, наворачиваясь со своими подружками по ресторанам, где сидят одни девочки с собачками на патриках и ждать, когда ты познакомишься с каким-нибудь криптобизнесменом, который на самом деле находится, на самом деле не живет даже в Москве, а живет где-нибудь в Подмосковье и пытается заработать всю копеечку и приезжает раз в месяц на патрике, чтобы как пижон и как павлин просто пощеголять. Это на самом деле очень нерационально. Все достойные мужчины, ну давайте так их называть, хотя я уже сказала, что достойные это не равно многим другим прилагателям. То есть мужчина, скажем так, желаемый мужчина, он все-таки не обитает в этих районах и он обитает абсолютно в других местах. Это тоже нужно понимать. чтобы познакомиться с мужчиной, нужно понимать менталитет свой и менталитет мужчины. То есть если мы знакомимся на патриках, мы должны понимать менталитет патриарших прудов. Если мы знакомимся, скажем так, где-нибудь в Выхино, то мы должны понимать менталитет этого района. Если мы едем в Подольск, то мы должны понимать, что это тоже определенная ментальная группа с определенными культурными кодами. Да, это Москва, это новая Москва, но при этом, Ну, при всем там живут люди, которые, например, раньше жили в Московской области. Не нужно сравнивать хамовники и выхины, это абсолютно две разных культурных группы. Вот это все нужно для себя уяснить, понять, с этим разобраться, может быть, проанализировать. Когда вы приезжаете на Рублево-Успенское шоссе, это тоже другой менталитет, тоже другое состояние. И, кстати, я часто советую, не советую, я рекомендую, как психолог, такой тест на ощущение себя рядом с этим желаемым мужчиной. То есть, когда вы определились, бывает такое, что, когда вы с таким мужчиной знакомитесь, вы как будто избегаете этого знакомства, вы стесняетесь, вам кажется, что нет, я этого недостойна, и вообще этот мужчина не мой и тому подобное. Я советую все-таки изначально немножко попринадлежать этой группе, этого мужчины, где который находится. То есть, если вы все-таки решили для себя, что мужчине нужен бизнес-начинкой, у кого есть предпринимательское дело и тому подобное, проанализируйте, где этот мужчина может находиться. Ага, вы туда приехали, там попили кофе, съели круассан, заказали себе какой-нибудь салат, посидели полчасика, час поели, все, ушли. Как вы себя ощущаете? Как вы чувствуете вот этот разговор с, значит, с хостой, с этого ресторана, достаточно дорогого? Как вы вообще все ощущаете на себе? Вы можете проследить на себе очень большой колорит тех чувств, которые вас будут немножко тянуть вниз. Поэтому запишите себе, говорим, заметки, я чувствую себя, например, неловко, мне неловко общаться с хостой. Почему неловко? Вы это все анализируете, это большая работа. Я этим занималась очень долгое количество времени. Почему? Потому что я приезжая, приехала из другой страны, и для меня вообще было важно увидеть, как люди другие, по-другому общаются, как они едят. Я это все анализировала. На самом деле, чтобы познакомиться с человеком, с тем, с кем ты хочешь познакомиться, действительно, да, это большая работа, это большая курсовая, которую нужно написать. Просто вот так вот ничего не бывает. Ко всему нужно прикладывать свой труд. Вот что я хотела для вас донести. Еще раз напишите мне по поводу моих очков. Чуть-чуть я в них устала, честно говоря, не привыкла я так сидеть долго в очках, потому что я не ношу очки, слава богу, все неплохо со зрением. Ну вот. Но, мне кажется, они принесли какой-то особый шарм этому видео. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал еще раз. Я вас очень жду и жду ваших вопросов. Всем пока.